а потрясающе здорово чуваки так как постоянно возникают вопросы на что фоткаешь как получаешь такую картинку почему просто не используешь iphone я и решил ответить вам в полноформатном видео возможно я поделю его на три части а возможно и нет вот там ноги вот-вот а сейчас да мне надоело все речь сегодня пойдет про фокусное расстояние объектив почему именно так почему вообще не говорим про фотоаппарат почему про фокусное расстояние объективов почему мы будем разговаривать про объективы вроде бы техника должна решать все но это не совсем так для начала я сразу хочу сказать что я снимаю фотографии и видео в основном на sony alpha 6 500 и получается я купил себе 4 объектива и буду рассказывать про то что у меня есть чем я столкнулся сегодня я буду вам рассказывать про свою технику потому что это мой опыт и именно с этим я и столкнулся я снимаю на 6 500 sony alpha 6 500 здесь у меня монитор здесь у меня объектив сигма 16 миллиметров для начала нам стоит разобраться что такое полный кадр и что такое crop factor размер полного кадра матрицы и crop factor согласно источнику википедия полнокадровый англ фуэль фран фото датчик формата 36 умножить на 24 миллиметра плюс минус 1 миллиметр соотношение сторон 32 короче простым языком если сказать что существует полнокадровая матрица это полный кадр то есть каким языком и что это такое например мы берем с вами объектив 18 105 берем какую-нибудь соль на альфа 7 с хрен знает что где полный кадр это объектив будет работать как 18 105 либо если вы покупаете например 50 миллиметров вставляете это будет 50 миллиметров существует crop factor crop factor это урезанный формат матрицы он меньше ну чтобы наглядно объяснить как будто у вас сейчас полный кадр полная матрица полнокадровая матрица а теперь у вас crop factor видите разницу визуально ее сложно увидеть ну вот так вот чтобы понять но фактически короче полный кадр позволяет делать фотографии с бы с хорошим потоком и со например если в помещении темновато то вы можете повышать и со и фотографии не шумят или например также касаемо видео crop factor это урезанный формат матрицы он у всех камер совершенно разные например у меня crop factor 1 и 5 что это обозначает я сейчас снимаю на сигму 16 миллиметров делю это напополам плюсую к 16 и фактически у меня сейчас объектив не 16 миллиметров как будто 24 я знаю это очень тяжелая информация ну это просто нужно понять то есть грубо говоря когда вы покупаете себе объектив то смотрите на crop factor вашей камеры и приплюсовывайте еще то есть когда я купил себе одну секунду например объектив sigma 30 миллиметров он меня как портрет грубо говоря 45 миллиметров я знаю поначалу конечно это очень тяжело но потом как-то привыкаешь и такой ну да и считаешь очень быстро так получается получается в итоге что полный кадр лучше ну то есть поставил не парился не шумов меньше информации сохраняется больше так как матрица больше да но не совсем это так кропнутые матрицы так как они меньше они позволяют стабилизировать картинку возможно лучше например есть panasonic gh5 он очень старый но него до сих пор снимает я не помню лёня лёня не помню фамилию к сожалению влог хочу домой эта матрица меньше соответственно она система стабилизации работает так что она успевает вращаться и когда вы берете фотоаппарат в руки и начинаете снимать видео поворачиваться или что-то такое то у вас все не трясется как у алкаша да есть приятная тряска которую мы видим в кино есть неприятная тряска когда вы пытаетесь что-то снять но так как физику устроен таким образом что это тяжело а еще и с какими-то поворотами плавными то все начинает просто трястись и это неприятно очень сильно сказать точно что лучше невозможно потому что есть адепты одного варианта и адепты другого почему я выбрал кроп матрицу вернее фотоаппарат с кропнутой матрицы во первых он дешевле а на тот момент когда я покупал это действительно было серьезно ну а еще ощутимо для меня это раз во вторых фотоаппарат намного меньше а вес имеет значение лично для меня когда вы ездите например в какие-то поездки у меня были полнокадровые каноны и то и плюс оборудование и плюс стадикам какой-нибудь вы скорее всего видели этих ребят которые на всяких там барбер коннектах где-то снимают все со стадикамами например вот мы снимали для маэстро видео да там тоже был стадикам и казалось бы все вообще удобно и классно но когда вы ходите с этим где-то полчаса примерно вы начинаете нереально уставать если вы где-то в поездке отдыхаете то поездка превращается просто в какой-то ад руки начинают уставать вы становитесь вообще просто потным раздражительным и вам уже не до поездки не до чего-то вообще не до чего всего этого и поэтому я выбрал вариант намного меньше мне удобно я достал снял чик-чик все вообще классно теперь на секундочку если мы выяснили что с кроп матрицы придется работать искать дополнительный источник света брать себе какие-нибудь дорогие объективы где будет фокусная где будет диафрагма к нибудь f14 то есть супер света классные резки теперь давайте представим на секунду какая матрица у вас в айфон она вообще маленькая она она крохотулечка то есть информации она в себе может сохранить очень мало не знаю вот этот влог когда мы ездили снимали я снимал на диджай покет на диджай осмо покет 2 и действительно это удобно айфон гоупро и все в этом духе это нереально удобно это просто ты достал там да у меня нет айфона но тем не менее достал снял и классно убрал в карман в тот момент когда камень надо достать включить нереально очень тяжело это действительно очень тяжело это выматывает даже такую маленькую постоянно она где-то болтается неудобно так как айфон просто в кармане да или как моя диджай осмо покет и просто засунул высунул все снимаешь убрал все то тут конечно целая история но тем не менее маленькая матрица не позволяет сохранить себе много информации что это означает если вы начнете сняли фотографию прекрасную очень красивую но каким-то образом у вас переэкспонирована то есть очень все засвечено как на данный момент да но здесь я знаю что делаю или наоборот нет света и вы начнете ее в программе тянуть и что получится фотографии развалится фотография просто разваливаться например на диджай осмо покет есть немал прекрасная картинка все удобно но я понимаю что ресурс у этой камеры ограничен если я начну тянуть эти видосы в цветах в контрасте то я получу буду получать вернее только хуже 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 ничего хорошего из этого вообще не получится поэтому зная это я понимаю как с ней работать ну ты скажешь погоди чувак подожди стоп угомонись у меня iphone я снимаю и все прекрасно мы на данный момент разговариваем про художественную фотографию и про фотографию я не знаю можно ли ее назвать документальную но фотография которая всегда с собой да то есть вы что-то сняли например если вы стрижете в стиле олдскулы и там нужна форма и вам еще надо снять видео покрутить человек это это прекрасно если фотография требует обработки а я но так устроено что я хочу именно так делать потому что мне нравится ковряться в тенях там добавлять оттенки всевозможные то такое прокатить я уже такое не получится возможно в каких-то мобильных приложениях можно это сделать но в целом так не выйдет так не выйдет но опять же вы скажете стоп у меня не iphone стоп чувак у меня камера на телефоне там написано 50 каких-нибудь там мегапикселей существует еще одно понятие что важно не количество мегапикселей а их размер например есть профессиональная камера на которой снимает фильмы red называется там всего лишь 16 мегапикселей и получается что что у вас телефон должен снимать в разы лучше если там 45 а на этой камере 16 но количество этих мегапикселей в этой камере очень громад что позволяет сохранять опять же больше информации тянуть покраски видео и получать уже потрясающие кадры при этом при всем вы будете снимать мобильный у вас супер много мегапикселей а картинка разваливается это ухищрение людей вернее компания которым надо что-то продать уж так устроено ничего не поделаешь поэтому например iphone не пошел этим путем он сказал чуваки у нас как вот 16 было так и осталось но iphone и телефон и решает все не с точки зрения физики с точки зрения программы то есть когда вам говорят он стал лучше фотографировать ночью это не значит что оптика в нем стала на порядок выше просто до небес это значит оптика стала лучше но плюс лучше работает программа но я снимал на iphone честно вам скажу фотографию в нормальных условиях но было темновато на мой взгляд она разваливается и самое удивительное но вернее я и так знал что так будет программа пытается скорректировать все это и получается хуже хуже и еще раз хуже но речь сегодня пойдет про оптику мы выяснили что такое crop factor мы выяснили что такое матрица теперь чутка про оптику про crop factor мы про crop factor мы поговорили для того чтобы когда я говорил это сигма 30 миллиметров эквивалент 45 чтобы вы понимали что по сути 30 миллиметров у меня как будто портретник вот так и это нормально я извиняюсь если кого-то запутаю но такова жизнь я с этим столкнулся теперь вам тоже придется с этим жить